Центр психосоциальной реабилитации при Киево-Могилянской академии открылся в столице. Он распахнул свои двери для переселенцев, воинов АТО и членов их семей. Центр организован на базе кафедры психологии академии. Людям, пострадавшим от военной агрессии РФ, тут окажут помощь психологи и психотерапевты, проконсультируют юристы, в решении бытовых проблем помогут социальные работники, взрослые и дети могут пройти тут сеансы арт-терапии. Всего в штате сейчас 13 человек. Несмотря на то, что сам Центр открывается только сейчас, у сотрудников уже накоплен немалый опыт работы с временно перемещенными лицами и воинами. Они полгода работали в Славянске, где и сейчас функционирует отделение Центра, а помощь оказана уже трем тысячам человек. Познакомиться с Центром пришли воины. Младший сержант Леонид Антонюк ушел воевать добровольцем, недавно демобилизовался. Психологическая помощь ему и таким же, как он, очень нужна, рассказывает мужчина. Сейчас адаптироваться к мирной жизни ему помогает военный капеллан. Молодцы повертаются абсолютно не теми людьми, которыми они идут на войну. Кожному счастлив по-різному. У каждого різный индивидуальный опыт. И только в таких условиях, когда они повертаются, адаптироваться до життя очень сложно. Есть такое осознание, я по себе скажу, ты не знаешь, что ты. Ты не знаешь, ты переможешь или ты переможешь. Тебе вроде бы и не перемогли, но ты не достигнул того, ради чего ты шел воевать. Я иду захищать Байковщину, чтобы закончилась война, чтобы перемогти и повернуть себя назад. А ты повертаешься, а война не закончилась. И самому себе нужно найти ответы на много вопросов. В частности, кто ты теперь, тут. Деятельность центра выстроена на эффективных практиках, на опыте Израильской коалиции травмы, стандартах Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ. Врачи Киева-Могилянки, работающие здесь, отмечают, от российской агрессии психологически пострадали очень многие. Но далеко не все это осознают. Согласно мировому опыту, у 60% пострадавших стресс пройдет сам. Но остальным нужна помощь. Кому-то одна-две консультации, кому-то целый курс. Здесь на помощь придут психотерапевты центра. У меня есть опыт работы в Австрии с переселенцами из всего мира. И я могу сказать, что очень похожие переживания людей, как они чувствуют. Звычайно, есть культурные особенности, что люди считают травмой, страданием, как люди до этого ставятся. И в этом есть отличность. А субъективно все чувствуют, например, когда сняются кошмары, или там есть какие-то разведения. И мы допоможем людям, по-перше, чтобы они научились трешечки видеть, что с ними. Потому что люди иногда не помечают, что им плохо, что они потребуют помощи. И они про это просто не знают. Открываться центру психосоциальной реабилитации помогали, что называется, всем миром. Свой вклад внесли Мальтийская международная служба помощи, Киевская мэрия, благотворители. Отремонтировать помещение удалось благодаря IT-компании Инфопульс Украина. Ее представители на собственном опыте столкнулись с тем, насколько непросто восстановить людей после шоков войны. Мальтийская международная служба помощи смогла создать такие центры в Ираке и Сирии. Их опыт смог организовать и работу в Украине. Его представители отмечают, центр должен быть моделью для всей страны. И Киево-Могилянская академия хороший фундамент для накопления и распространения знаний. Есть потребность в такой помощи. Можно говорить языком статистики, а можно говорить с таким прикладом с проектом, который мне стоит перед очами. Мы были со своими товарищами, коллегами из Німеччины в Словянску. Сидит группа жёнок, семеро жёнок, после терапии, после терапии. Было просто вопрос, почему вы сюда вернулись? Больше, чем представить, ни одна жёнка не смогла. После этого были слезы и тяжелый состояние, когда жёнки просто не могли говорить. Сколько таких випадков в Украине, никто не знает. Для общей пользы и адаптации к мирной жизни демобилизованных воинов будут привлекать вместе с психологами к работе с детьми. Министерство образования, к тому же, планирует использовать центр реабилитации для переподготовки школьных специалистов. Центр расположен по адресу улица Глазунова, 2, дробь 4. Предварительную информацию о работе можно получить по телефону 067 109 58 31 и 063 601 06 11.